Аминь Привычка Расположение других людей Особенно тех, кто пришел первый раз Сегодня, это может быть Для вас некий Такой эксперимент интересный Вы ни разу не были в Евангельской церкви А вот вы пришли первый раз В Евангельскую церковь И вам все новое Не может быть что-то непонятное Но я надеюсь, что Бог прикоснется К вашим сердцам И вы примиритесь со Христом Это очень важно, сделать такой шаг в жизни Это самый главный шаг в жизни Который мы делаем Примиряемся со Христом Аминь Итак, друзья, у меня сегодня привилегия Такая проповедовать На воскресном служении Не так часто я это делаю В центральной церкви Мы с супругой и командой С детьми ездим в наши дочерние церкви Хорошие на самом деле у нас церкви Во всей Нижегородской области В других областях И я мотивируюсь, чтобы мы не прикипали К центральному служению А иногда выбирались хотя бы там в каком-то режиме Там раз квартал, я не знаю Раз полгода Съездите в нашу дочернюю церковь У нас на нашем сайте есть все адреса Время собрания Прекрасная атмосфера Прекрасные братья и сестры там трудятся В разных реалиях жизни В разных ситуациях Но они продолжают проповедовать Продолжают учить людей Слову Божьему В Семенове, в Павлове, в Богородске Множество-множество городов Кстово, за Волжье Их много, в Икса Самые дальние Вот, друзья Поэтому я вас приглашаю, чтобы вы могли Имели такую возможность Хотя бы в каком-то режиме съездить В наши дочерние церкви И мы сегодня говорим на тему победы Месяц победы мы знаем Мы говорим о том, что мы являемся победителями И мы сегодня особым образом Я надеюсь как-то по милости Божьей Донести то, что у меня в сердце есть Бывает столько много мыслей, слов И очень сложно скомпоновать В ограниченное время В этом есть некое искусство человека Проповедника Дай Бог мне милости такой, чтобы все это донести Моя проповедь называется так «Видимая победа – следствие невидимой войны» «Видимая победа – это следствие невидимой войны», друзья И я бы хотел начать с того, друзья Что церковь – это место Где встречаются несовершенные люди И совершенный Господь Это очень важно понимать Что мы с вами, в принципе, мы несовершенные Мы не пришли в церковь из-за того Что мы какие-то великие Мы чего-то достигли Мы такие молодцы И все у нас аллилуйя И все здорово Мы приходим в церковь, потому что мы несовершенны Потому что у нас есть какие-то недостатки У нас есть трудности и проблемы, друзья Но мы в церкви встречаемся со всемогущим Богом И Писание учит нас тому Что если мы прилепляемся своим сердцем ко Христу Тогда, друзья, мы становимся другими людьми просто От присутствия Божьего От того, что Он приходит в нашу жизнь Меняет нашу сущность Мы начинаем потихонечку-потихонечку становиться другими И наша победа, друзья, она приходит из-за того, что мы встречаемся со всемогущим Богом Это будет таким центральным, такой красной нитью сегодняшней проповеди, сегодняшнего слова И я бы хотел Открыть одно местописание Это Лука, 11 глава, 38 стиха Мы с вами прочитаем о том, как Иисус имел некий конфликт с фарисеями Фарисеи это были религиозные деятели Израиля Того времени, когда жил Иисус И у него постоянно был с ними какой-то такой тяжелый, достаточно диалог на различные темы И одна из тем, которые мы сейчас с вами прочитаем Они, фарисеи, всегда за Иисусом смотрели Что Он делает так, что Он делает не так Что Ему нужно делать, что Ему не нужно Это был такой некий дух контроля в его жизни И Он всегда с ними панировал им Говорил им какие-то вещи, которые очень, я думаю, резали их конкретно Слова его, они, думаю, резали фарисеев И здесь без всяких вступлений В 38 стихе Лука, 11 главы написано Фарисей же удивился, увидев, что Он, то есть Иисус Христос Не умыл рук перед обедом У них была определенная заповедь, определенная традиция Что нужно умыть руки, вообще умыться перед тем, как вкушать пищу Но Иисус этого не сделал Но Господь сказал Ему Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете А внутренность ваша, исполненные хищения и лукавства Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее Иисус объясняет такую концепцию, друзья Которую мы зачастую забываем просто-напросто, как верующие Мы начинаем становиться немножко похожими на мир, который окружает нас А какой мир нас окружает? Нас окружает мир, в общем-то, неких внешних таких проявлений Внешних побед, внешнего успеха даже И мы все это видим в наших соцсетях И жизнь человека становится похожей на эту чашку, которая у меня Это белая чашка из фарфора такого замечательного А внутри черный чай И на прошлой неделе у моей супруги была ячейка И сестры принесли какие-то там ягоды протертые И вот они наложили там в чашки, чтобы с чаем пить в такие пиалки И прошло буквально 4 дня, я смотрю в пиалке, где лежит малина эта протертая Там плесень прям выросла, такая заросль голубой плесени Я думаю, сыр что ли сделать из нее Прям голубая такая, я думаю, ничего себе И вот зачастую наша жизнь, она похожа на такую чашку То есть внешне мы выглядим красиво Мы такие респектабельные, у нас все замечательно Мы выставляем прекрасные посты в наших соцсетях У нас все супер, у нас я вот здесь вот прокачался Здесь у меня такое блюдо замечательное Тут я в отпуске таком прекрасном И мы вот живем в такой парадигме Люди смотрят, листают ленту и думают, как у всех все хорошо Вот я часто это говорю А среднестатистический человек говорит, как у меня все плохо Он листает ленту и так далее Ему невдомек, что, например, блюдо, которое человек выставил Это может быть фотка трехлетней давности Вот, что по большому счету Сейчас этот человек может вообще хлеб и воду пить Ну я утрирую, конечно, но бывает такая ситуация Но Иисус очень четко и прямо говорит про это Он говорит, что если ты очистишь внутренность чаши Если твоя внутренность будет чистая То тогда твоя внешность станет чистой То есть, переводя с русского на русский Это говорится о том, что если ты умеешь внутреннюю духовную жизнь со Христом В повседневности своей, во всех своих аспектах В трудностях, проблемах, в радостях, победах Ты имеешь отношение со Христом каждодневно Это твоя привычка, друзья Тогда внешность, все будет хорошо Писание говорит, от избытка сердца говорят уста Человека спрашиваешь, как дела, все плохо Или наоборот, там, у него все плохо, он говорит, все замечательно Но это не слова веры Слова веры, друзья, когда у человека есть внутренняя победа Он внутри является победителем Он внутри победил, и он говорит слова веры Он победил ситуацию уже внутри Он является победителем И вот об этом мы сегодня будем говорить И Писание, если его перевести в какие-то примеры В какие-то плоскости, понятные для нас То по большому счету, друзья Читая Писание, я вижу Что наша жизнь Я вот не случайно взял все это реквизит Что наша жизнь, она вот так вот выглядит перед Богом Как прозрачный стакан Мы должны это знать, друзья Что как бы мы не хотели, может быть, чтобы наша жизнь была вот такой чашкой Где мы можем все скрыть Где мы можем что-то Бог не увидит На самом деле Бог видит все И Он видит абсолютно нас, как прозрачный стакан Он видит все наши мысли, все наши поступки Все наши мечты, наши победы, наши поражения Наши неспособности Бог все это видит И почему это Он так сделал? Потому что на самом деле Он не хочет прийти с пальцем в нашу жизнь И сказать, ты такой вот негодяй Ты вот это вчера сделал Ты позавчера вот это сделал Я все помню У меня все ходы записаны Нет, Бог приходит для того Он видит нашу жизнь прозрачной Только для того, чтобы иметь близкое общение с нами, друзья Его цель Иметь близкое-близкое общение Как отец со своими детьми И Писание говорит нам, что в древнем юрусалимском храме Он был построен таким образом, что был внешний двор, где мужчины Израиля приходили и молились Богу, приносили жертвы И был такой определенный территорий, который назывался святой святых И двор внешний от всех людей И между святым святых и вот этим вот внешним двором Была завеса, которая была 10-ти метровой высоты Она была очень-очень такая массивная сама по себе Ее не могли разорвать Вообще нереально ее было разорвать Ученые говорят, что она была 10 сантиметров толщиной Сделана из льняной ткани, очень плотной, разноцветной И она висела и отделяла святое святых Где был ковчег завета Куда мог входить только первосвященник Единственный человек в Израиле мог входить во святое святых И молиться там, приносить жертвы за грех всего Израиля И Писание говорит, когда мы читаем Евангелие Я просто не могу сегодня все места Писания открыть Их достаточно много Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус висел на кресте И когда Он сказал, что слово свершилось И испустил свой дух, Писание говорит Завеса в храме разодралась надвое И это является таким прообразом, таким символом Что Иисус, Он заплатил своей жизнью За то, чтобы иметь близкое общение с каждым из нас Он заплатил своей жизнью Он заплатил своей жизнью за то, чтобы мы были спасены Но также Он заплатил своей жизнью за то, чтобы иметь близкое общение Чтобы мы не жили в позиции такой, что у нас есть какая-то тайная своя личная жизнь Куда мы никого не пускаем особо А вот когда нам что-то преиспичило Об этом пастор говорил на прошлой проповеди Мы можем прийти вот к Богу и там порешать с Ним какие-то вопросы Друзья, нет Бог, Он заплатил своей жизнью ради того, чтобы иметь каждодневное общение с нами И из этого общения складывается наша победа Давайте скажем аминь на это Из этого общения только складывается наша победа Ни из чего другого Мозги будут говорить нам, что из твоих ресурсов складывается победа Из помощи друзей, там родственников складывается победа твоя Чем больше у тебя знакомых будет победа Чем больше у тебя денег будет победа Чем больше ты здоровья будешь вкладывать, у тебя будет победа Друзья мои, это мы должны делать, конечно же Мы должны иметь друзей, родственников и знакомых, и вкладывать здоровье, но наша победа приходит от Господа. Наша победа приходит от взаимоотношений со Христом. С кем поведешься, от того и наберешься, это очень важно. И мы, первый момент, о котором я хотел сказать, что мы имеем привилегию быть в постоянном Божьем присутствии. Бог хочет приходить в нашу жизнь и говорить с нами. Давайте откроем место Писания одно. Это Откровение 3.20, там написано. Откровение 3.20. Все стою у двери и стучу, это говорит Господь. Это пророческая книга, это говорит Господь в жизни верующих. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Мы как верующие знаем, друзья, что это прообраз некий. Люди, которые, может, первый раз пришли, они не понимают, около какой он двери стоит, у моей квартиры, что ли, он стоит или еще где. Он стоит у дверей нашего сердца. Если мы откроемся для Христа, если мы откроем двери своего сердца для Христа, Иисус говорит, я войду в твою жизнь. Не с пальцем, не с каким-то осуждением, не с тем, что я буду тебя там каким-то образом гнобить и говорить, какой ты несовершенный, какой ты плохой, какой ты неудачник, какой ты неуспешный. Он говорит, я войду к тебе как друг, как любящий отец. Я войду в твою жизнь как тот, кто способен помочь тебе. Вот цель моя, Господь говорит тем самым, моя цель войти в нашу жизнь, чтобы помочь нам состояться в этой жизни, быть победителями. Вот его какая цель, друзья. А не для того, чтобы нас осудить там или еще что-то. Он входит в нашу жизнь и Он говорит, я буду вечерять с этим человеком. Вечерять – это апогей отношений, который был между учениками и Иисусом Христом. Когда Он собрал учеников в горнице, и Он преломлял с ними хлеб, и Он пил от плода виноградного с ними. Это был апогей отношений любви. Когда Иисус делился самым ценным, Он делился своей болью, что Ему предстоит идти на крест. Он делился тем, что Он воскреснет. Он делился самым-самым драгоценным со своими учениками. Все, что у него было на сердце, это был кульминацией отношений между Христом и учениками. И Он говорит теперь тебе и мне, если ты откроешь дверь своего сердца, перестанешь быть вот такой чашкой, похожей на такую чашку, ты откроешь дверь своего сердца, тогда я войду в твою жизнь и буду вечерять с тобою. И меня это вдохновляет, друзья мои. Вообще, как бы, если немножко такой крен дать, небольшой, мы так устроены, люди, что, особенно мужчины, мужчины научены тому, что никогда не надо проявлять своих эмоций. Ну, если, например, женщина, вы видите, что женщина, она всегда может всплакнуть, она всегда может сказать что-то, что ее очень беспокоит, и для нее это нет проблем, то вообще умные люди, все, которые занимаются семейной проблематикой, в книгах они пишут и говорят о том, что важно супругам, как мужу и жене, быть открытыми друг перед другом. И особенно, они говорят, важно быть открытым мужчинам, потому что мужчина – это человек, который с детства научен, что если тебе больно, ты не должен плакать, никаких эмоций ты не должен выражать, никакую свою внутреннюю боль ты не должен никому рассказывать, ты должен терпеть, терпеть и терпеть. Я помню наших друзей, мы сидим с ними, общаемся несколько лет назад, и у них сын говорит, у меня постоянно рука болит, и ему говорят, терпи, она пройдет, все нормально будет. И мы говорим, слушайте, съездите в больницу, узнаете, может быть, что-то там ненормальное. Они поехали в больницу, и у него перелом, прям серьезный перелом в руке, и он уже две недели ходит с этим переломом, и терпит, и его родители говорят, терпи, терпи. И мы зачастую думаем так, что нам надо просто перетерпеть, нам надо еще что-то, особенно мужики, никогда из мужика не вытянешь слово какого-то. А люди умные говорят, мужики, откройтесь перед своими женами, если у вас есть семья, откройтесь, просто скажите им, что вас тяготит, какие у вас проблемы, какие у вас страхи, какие у вас... А у мужиков столько страхов, вы не представляете. Откройтесь, и тогда будет хорошая коммуникация в семейной жизни. Это очень важно, так советуют люди. И мы, мужчины, я, конечно, к сестрам обращаюсь, и мы вот проецируем то же самое на Бога. Мы к Богу приходим только вот, ну, со своими там проблемами, как-то, ну, причем проблемами мы скажем примерно так, Господь, проблема у меня вот, даже не говорим какая, как будто он это, все знает. Ну, он знает, конечно, но он хочет, чтобы ты открылся перед ним. А мы не открываемся, мы... Иногда даже проблема есть какая-то, а люди говорят, все у меня нормально, все у меня замечательно, все супер. Но Бог говорит, откройся просто, и все будет хорошо. Я стою у дверей твоего сердца, я стучу тихонько. Дух Святой, он как джентльмен. Мы открываем двери своего сердца, Господь приходит, и мы вечеряем с ним, и он с нами. Вот это вот первый, друзья, важный момент, что нам надо быть открытыми, что Иисус заплатил за эту открытость, он заплатил своей жизнью. Он заплатил своей жизнью на кресте, чтобы мы были открыты, чтобы мы могли приходить к Богу в Его присутствии и говорить, Господь, вот я несовершенный. Вот просто по-честному, это тоже важно, друзья, немножко научиться анализировать свою ситуацию. Ну, по-честному, не то, что ты выковыришь в себе какие-то болячки там, что ты всегда ищешь, в чем ты несовершенный и так далее, не об этом речь. Но если у тебя что-то не получается в семейной жизни, в отношениях с детьми, с женой, с мужем, в работе, в церкви, в лидерстве, приди к Иисусу и скажи просто, я не могу так больше жить, песня такая есть, я не могу так больше жить, спаси меня. И ты говоришь, Господь, помоги мне, я в этом несовершенный. Ну, вот да, я такой, помоги мне, сделай меня другим человеком. Господь, поверьте, Он как будто ждет вот этих слов. Он придет и сделает тебя другим человеком. Потому что я сегодня хотел поделиться какими-то личными вещами, что вот я был несовершенным человеком. И до сих пор я несовершенный человек, конечно же. Но я не мог, например, на публику говорить вообще. Это было не про меня. Чтобы я с кем-то завел какой-то диалог, с кем-то поговорил. А если передо мной сидит хотя бы пять человек, это был стресс для меня кошмарный. И я приходил после первой проповеди, когда пастро меня попросил сказать слово о пожертвованиях. И я вышел, я не мог ни слова проговорить. Я помню, как пот капал у меня с локтя от стресса. У меня вот здесь вот потоотделение началось. Вот так отек пот, и он капал через рубашку от стресса. Во рту у меня было сухо, и вся моя влага, она выходила через локоть рубашки. И я вот так вот вышел, открыл рот, что-то там промямлил. Я понял, что я еще больше говорю какую-то дурь. Я вздохнул и сел. И сказал пастору, больше никогда, никогда я не буду говорить вообще, никогда. И пастор сказал, ну, он ничего не сказал, я не помню, что он там сказал. Но я пришел домой, я лег просто дома на пол. И я говорил, Господь, ну сделай меня другим человеком. Я такой вот, ну, мямля, я не могу ничего сказать, сделай меня другим человеком. И же Бог, он был рад этой молитве, шаг за шагом, как-то через тренировочки, через стрессы различные. Попотел там, еще чего-то. Но все нормально, видите, что-то говорю. Не так хорошо, но говорю. И второй момент, друзья мои, как раз это тема проповеди, это пункт проповеди. Они идентичны. Видимая победа – это следствие невидимой войны. Писание говорит нам, Матфея 6.6. Очень важное место Писания в Нагорной проповеди. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Перед этим Иисус показывает образ опять фарисея, который встает на перекрестке на углу улицы, и он молится, чтобы люди увидели его. Какой он молитвенник, какой он молодец. Но Иисус говорит, что мой образ молитвы, мой подход, чтобы быть победителем, у тебя должно быть место, которое индивидуальное. Ну, я имею в виду, оно общественное, конечно, но в данный момент времени молитва, оно индивидуальное. Ты заходишь в это место, это комната может быть, это может быть какой-то парк рядом с твоим домом, это может быть твоя машина. Это все, что угодно может быть, но у тебя должно быть место, куда ты заходишь, затворяешь дверь твою и молишься Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздает тебе явно. Друзья, когда мы молимся вот таким образом в тайне, мы говорим все, что у нас есть, все, что у нас накопилось. Мы говорим наши победы, наши трудности, наши недостатки, наши различные ошибки, грехи даже, мы все отдаем перед Господом, и Бог, видящий тайны, воздает явно. Сейчас местописание, я хотел бы прочитать, достаточно объемное, и мы даже на первом служении не успели его прочитать, но на втором мы успеем. И давайте откроем 4 царство, 18 глава. 4 царство, 18 глава, давайте откроем. Пока вы открываете, друзья, вот в нашей жизни, моей семьи в частности, мы всегда побеждали, имели победу, благодаря тому, что мы имели сражение какое-то в нашей молитвенной комнате. Вот так как-то было. И это не просто вообще, это никто не видит, кроме тебя и Бога, вот это вот сражение, эту войну. Не просто переживать какие-то моменты. Я на первом служении делился одним свидетельством, на втором я бы хотел другое свидетельство рассказать. Когда мы забеременели вторым сыном, у нас очень тяжело беременность эта проходила, и была отслойка плаценты у моей жены, и было кровотечение. И врачи сказали, там много разных вещей они говорили на самом деле. Вот как Роману сейчас говорят, что все, диагноз неизлечимый, труба и ужас. И нам говорили, что у вас родится неполноценный ребенок, потому что, когда идет отслойка плаценты, то он не получает необходимых веществ для формирования генома ребенка. И нам сказали, что что-то будет ненормальное. И она лежала в больнице на сохранении. И врачи говорили, что все, вам нужно заканчивать с этим. Ну, ни в коем случае не продлевайте беременность, а уже такие последние сроки. И мы просто взяли и, поверьте, поехали домой. Я ее забрал из больницы, и мы поехали домой, чтобы просто помыться, чтобы провести время как-то. Вот. И приехали домой, и открывается кровотечение повторно. И приходит такой страх, что все. А врачи нам прямо сказали, если у вас откроется еще раз кровотечение, все это точно потеря ребенка. И вот мы приехали домой, соответственно, и начинается вот эта тема. И мы понимаем, что все, что мы можем, мы можем сражаться в нашей молитвенной комнате. Все, что мы можем, мы можем только молиться. Мы с женой встали на колени в нашей молитвенной комнате и начали сражаться в молитве за то, что у нас будет здоровый сын, у нас будет все хорошо. И потом пришло такое слово, что принять вечерю. И у нас не было ни сока виноградного, ни вот этого мацы, ничего не было. Мы взяли просто батон, налили из-под крана воды в чашку, помолились просто. И перед лицом Божьим мы сказали, мы принимаем вечерю, что наш сын будет здоров. Никакого выкидыша, все, Господь дал за чай, даст и родить. И мы приняли вечерю, и раз кровотечение прекратилось. Она поехала в больницу, врачи сказали, все нормально. И мы родили здорового сына, которому сейчас уже 18 лет. Он абсолютно здоровый. Друзья, когда мы сражаемся в нашей тайной молитвенной комнате, мы зачастую это недооцениваем. Мы привыкаем к тому, что у нас становится все хорошо. Мы мерилом нашего успеха считаем деньги, успех какой-то приходит. В семье будет хорошо тогда, когда все хорошо с деньгами. На самом деле, друзья, в семье будет все хорошо, когда Господь в этой семье, когда люди живут с Господом. С детьми будет все хорошо, когда они живут с Господом. Мы должны понять, что наши фундаменты, наши ценности, это наша победа в молитвенной комнате. Это наша ДНК, что ли, нашей жизни со Христом, когда мы живем и выделяем время для того, чтобы пообщаться со Христом. Итак, мы открыли 4 Царство, 18 глава. Я буду немножко скакать по Писанию, потому что 2 главы, и надо суть саму понять. Суть заключается в том, что, давайте просто начало прочитаем. В третий год Осии, царя Илы, это 1 стих, 18 главы, 4 Царства. Воцарился Иезекия, сын Ахала, царя Иудейского. 20 лет он был. Когда воцарился, 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его, Ави, дочери Захария. Делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Здесь мы немножко остановимся, я хочу сказать, друзья, что вот родился, ну, пришел новый царь, Иезеки его звали, и он, по сути, воцарился, когда ему было 20 лет, молодой парень. И он делал угодное, Писание говорит, до него делали неугодное цари израильские. И вообще Израиль, он находился в неком таком союзе с ассирийским царем. Вообще вот все это повествование в Писании, оно идет об этом, что он находился с ассирийским царем, что Ассирия, она защищала израильтян, была покровителем израильтян. И за любое покровительство надо всегда платить, это важно понимать. И израильтяне платили тем, что цари, они пускали иных богов, и евреи начали поклоняться другим богам вместо живого бога. И Иезеки пришел, и он начал уничтожать всех вот этих вот лже-богов, это написано дальше. И царь ассирийский, он узнал, что Иезеки начинает делать что-то, которое против его понимания, против его богов. И он пришел с войной на Израиль, ассирийский царь со всем своим войском пришел на Израиль. Я просто пересказываю вот эту вот главу. И такой, девятнадцатый стих, давайте посмотрим теперь. И такой товарищ, которого звали Рапсак, он начал, в общем-то, прозглашать страх в жизнь еврейского народа. Он начал просто, вот дома перечитайте эти две главы, восемнадцатую и девятнадцатую. Рапсак начал говорить на иврите, он стал говорить в уши израильтян, просто страх. Он стал говорить, что, что вы уповаете на Бога, вообще упование ваше ложное абсолютно, смысла нет на Бога уповать, бесполезно это. Надо уповать на ассирийского царя, надо уповать на его колесницы, надо уповать на его деньги, надо уповать на его связи. А на Бога уповать бессмысленно, ничего не поможет. И ситуация развивается таким образом, девятнадцатая глава, давайте теперь откроем. И вот Иезекия, он все это услышал, девятнадцатая глава, когда услышал с первого стиха, вот эти слова Рапсака, когда он услышал царь Иезекия, он разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господень. Он не пошел, друзья, по Израилю, он не пошел, он не пошел по своим там связям каким-то, наверное, у него были друзья другие цари какие-то, с других земель. Он не пошел к своему военачальнику, к руководителю армии, он не пошел еще кому-то, он пошел в дом Господень. Он пошел в молитвенную комнату, если переводить с русского на русский. Он пошел в место, к которому он привык, он знал, что победа, она приходит от того, что он имеет. Молитву и взаимоотношения с Богом живым. Аминь, дорогие отца. Субтитры создавал DimaTorzok